Добрый вечер! Сегодня поговорим о невозможном, пусть и на первый взгляд. Вашему вниманию старая китайская сказка «Как старик решил срыть гору». Устраивайтесь поудобнее. Давным-давно жил один крестьянин. Дом его стоял возле большой горы, а поля были за горой. И каждый день, отправляясь на поле, крестьянин, его дети и внуки должны были обходить эту гору или справа, или слева. Путь получался длинный, и половина времени уходила на дорогу. Каждый раз все досадовали на гору, но поделать ничего не могли. Но вот однажды крестьянин собрал всех своих сыновей, дочерей и внуков и сказал «Гора, возле которой стоит наш дом, отняла у меня половину жизни. Так же будет и у вас, и у ваших детей, и у ваших внуков и правнуков. У всех эта гора будет без пользы отнимать полжизни. Нельзя этого больше терпеть. Давайте сроем эту гору. Тогда мы прямой дорогой будем быстро доходить до своего поля. За время, которое мы теперь тратим на обход горы, мы сделаем много хорошего для себя и для людей. Что вы на это скажете? О, все с радостью согласились с дедом». Соседи в деревне услышали об этой затее, и одна вдова первой послала на помощь своего молодого и сильного сына. За ним пришли на помощь другие. Лишь один старик, который считал себя очень умным, ну потому что был богат, заявил, что это бессмысленная затея. «Ты задумал пустое дело», — сказал он крестьянину. «Как ты, старый, седой человек, мог додуматься до этого? За всю твою жизнь невозможно снести и одной миллионной доли этой горы, а на вершине горы громадные скалы. Разве под силу человеку справиться с этими скалами?» Но крестьянин ответил ему. «Знаю, что я стар, и жить мне осталось немного, но у меня много сыновей, у которых есть много детей. У детей сыновей тоже будут дети, и так их будет все больше и больше, а гора не растет. Если я урву от нее кусочек, то другой не вырастет. А если мы все за нее возьмемся, разве мы не одолеем ее? Придет время, и людям уже не нужно будет обходить эту гору. Они будут ходить по прямому пути». Мне очень нравится эта сказка, потому что она не имеет в чистом виде хэппи-энда. Мы не знаем, срыли всем миром крестьяне гору или нет. Мы не знаем, если им удалось совершить невозможное, сколько на это ушлось сил и сколько было задействовано людей. Может быть, им и не удалось осуществить задуманное. Согласитесь, срыть гору задача не из простых. Но эта китайская легенда не зря не имеет логического конца. Каждый из нас, кто ее услышал, представил себя на месте героя сказки. Так что именно вам можно ответить на вопрос, удалось срыть гору или нет. Конечно, в самом начале этой легенды мы находимся намного чаще, чем хотелось бы. Не спорю. Немало людей, да и я в их числе, скорее отнесут себя к скептику, поставившему под сомнение возможность реализации плана старика. Но при всем этом так хочется, чтобы дорога была ровная, а гора не мешала на пути. Может, не будем дожидаться, пока гора отойдет в сторону. Начнем рыть? Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok